Всем привет, с вами Игорь. Продолжаем разбираться, что такое тепловой насос. Кто еще не знает. И в этом видео мы рассмотрим преимущества этой технологии отопления тепловым насосом перед другими видами отопления. Например, газовым, дровяным, пеллетным, электроотоплением и так далее. Ну, самое первое и главное преимущество, почему вообще нужен тепловой насос, это эксплуатация, экономия в эксплуатации. Это действительно самое дешевое в эксплуатации отопление. Самое дешевое. Потому что я топил раньше дровами, я знаю, о чем я говорю. Если кто-то думает, что дешевле дров ничего не бывает, то я вам точно говорю, что тепловой насос это даже дешевле дров. Это даже если не брать вот этот вот гемор, весь мороку с этой заготовкой резкой, там даже по цене дров, если взять, это и то выходит дешевле отапливаться тепловым насосом. То есть, ну, вне конкуренции, можно сказать, тепловой насос. Почему так? А очень просто. Как я объяснял в первом видео, тепловой насос, он не генерит никакую энергию. Он не производит ее. То есть, нам не надо ничего туда засыпать, что-то там не горит, ничего там. Ну, мы не плотим за эту энергию. Практически, можно сказать, мы не плотим за энергию, которую перекачивает нам. Типа, это бесплатная дармовая энергия. Мы плотим только за перекачку этой энергии, за перенос этой энергии. Из внешних каких-то источников, там воздух, скважина, ну, как у меня, например, две скважины просто. Кто первый раз смотрит, кстати, смотрите, я там плейлист оставлю, все про тепловой насос, как сделать тепловой насос, как у меня сделано все. То есть, тепловой насос тратит энергии только на перекачку энергии. Мы плотим только за перекачку энергии, за перенос ее, транспортировку. Мы не плотим за саму энергию. Эта энергия нам достается бесплатно, вообще бесплатно, понимаете. Она берется с земли, с воздуха, скважины, с речки, там, кто с какого приспособится брать эту энергию, она бесплатная. Вот, туда он ее и будет вам перекачивать, брать. Все остальные виды отопления, как вы понимаете, они требуют загрузки, оплаты, вот этой всей. То есть, каждый ватт, каждый киловатт, который производит газовый котел, там, спаливающий газ, там, дровяной. За все это надо платить, заготавливать, носить и т.д. и т.п. Поэтому тепловой насос в этом плане вне конкуренции вообще. Ну, что, как я сказал, не производит эту энергию, то только тратит нашу энергию, ну, электрическую, на перекачку этой энергии. Второе преимущество, вентиляция. То есть, не надо делать, там, нет никаких требований, там, как газовому котлу, что должна быть там, где газовый котел, вентиляция, там, вот так вот это все. Вот это все организовывать не надо, вы ставите тепловой насос где угодно и где вам удобно, в подвале, на улице, у меня на веранде, например, стоит. То есть, где вам нравится, там и ставите. Третье преимущество, пожаробезопасность. Пожаробезопасность, он тоже вообще вне конкуренции. Ну, какая может быть пожаробезопасность, если самое горячее место в тепловом насосе, это плюс 80 градусов. Плюс 80 градусов, представьте себе, что может загореться от плюс 80 градусов. Да ничего не может, это не температура вообще. Это пожаробезопасность, я говорю, это электрокотел, ну, электро там еще туда-сюда, хотя, если циркуляция там пропадет. По газу, это вообще, вот, обогреватель электрический, там тоже они опасные. Я уже про дрова молчу, сколько мы знаем пожаров бывает из-за этих дровяного отопления. Поэтому тепловой насос, он вне конкуренции, опять же, по пожаробезопасности, это самое безопасное отопление. Самое безопасное. Вот, соответственно, вам там не будет, так как там ничего не сгорает, вы никогда не задохнетесь угарным газом. Вот, как бывает, например, при печном отоплении, или газовом, там, или пилетном. Тоже это исключено, исключено. Дальше. Установку ее не надо согласовывать ни с какими службами. Ни с энергонаглядом, ни с газовым. Вот, вам не надо повышать мощность электро. Ну, в основном не надо, потому что тепловой насос, он, в принципе, мало берет. Если, например, чтобы вам получить 10 киловатт тепловой энергии, например, для вашего дома, да, вам надо всего-навсего 2-х киловаттный компрессор. 2-2,5 киловатта так, компрессор. А с этой мощностью может справиться и одна фаза. Тут не надо даже 3 фазы проводить и увеличивать даже какую-то мощность. А вот для электрокотла, конечно, уже пришлось бы. Следующее преимущество. Охлаждение. Вот, тоже такой вот немаловажный нюанс. Тепловой насос превращается легким движением руки в кондиционер. Да? В любом тепловом насосе есть 4-ходовый клапан заводском. Вот, и при надобности вы просто переключаете режим, и у вас уже не греется дома, охлаждается. Вот, то же самое в кондиционере, да. Кондиционер практически любой может работать в режиме теплового насоса. Ну, с какой эффективностью, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, эта машина в себе предусматривает как нагрев, так и охлаждение. Она с любой функцией, это исправляется так же легко. Вот, так что у вас еще будет и охлаждение летом дома. Если оно вам нужно, конечно. Там добавляется всего одна деталь. Надежность. Ну, надежность, я вам скажу, тоже. Тоже на высоком уровне. Потому что, даже если рассматривать не заводские тепловые, хотя заводские они тоже надежные, даже если самодельный тепловой насос, я всех поощряю делать самодельный тепловой насос. Потому что, там много причин, но, наверное, это отдельное видео. Почему самодельный тепловой насос для вас было бы лучше, чем заводское. Я отдельное видео сделаю. А по надежности, там, ну, что-то может поломаться. Даже если самодельный тепловой насос, вы все равно компрессор и ТРВ будете покупать заводские. Вы их сами делать не будете. Компрессор никто сам делать не будет. А если этот, самая такая, ну, можно сказать, не то, что ненадежная, ну, самая такая деталь, что может поломаться. Самое, что может поломаться в тепловом насосе, это, собственно, сам компрессор. Ну, что там, электродвигатель, насосная часть и насос, который перекачивает скважины в скважину. Вот это самые такие ломкие детали. Ну, которые могут вообще, там, ну, медные трубы, я не знаю, они поломаться не могут. Вот, что можно сделать с медными трубами, чтобы они поломались. ТРВ это тоже чисто такая деталь, там, ну, я не слышал, чтобы сказать, ну, может, конечно, но это очень маловероятно, чтобы поломалось от ТРВ. В основном это компрессор, в основном, но они, эти компрессора кондиционерные или специальные для тепловых насосов, они очень надежные, у них очень большой ресурс, и если его правильно использовать, вот, то он будет работать многие-многие долгие годы. И даже, если он поломается, вот, например, мой компрессор заменить, это примерно 100 долларов, даже меньше. Я его за 2300, по-моему, гривен купил, 2300 гривен купил. Если он у меня поломается через 5-6 лет, мне даже не жалко его будет заменить, потому что мой тепловой насос, он окупился буквально за два сезона, за два сезона отопительных. Поэтому надежность, я считаю, довольно высокая. Даже возьмите, например, старый советский холодильник, да, вот эти вот пузатые еще такие, они работают по 30-40 лет, и там ничего не ломается. Там и нечему ломаться, он себе тарахтит, тарахтит, ну, там, пускай там громко работает, но это уже такое, он работает, понимаете, он работает, он все равно работает. Вот так же самый тепловой насос. Если он правильно сделан, правильно эксплуатируется, там, не выходит за режимы компрессор, его нормальные, номинальные, там, не перегревается, он будет работать, работать и работать. поэтому надежность на очень высоком уровне. Дальше, не требует обслуживания, тепловой насос не требует в эксплуатации никакого обслуживания, у него не надо чистить, например, как твердотопленные котлы, я наблюдаю в интернете, часто чистят вот эти котлы каждую неделю, там я даже смотрел, там мужик вообще ругается, каждый, по-моему, два раза в неделю он его чистит, и эти сопляки там такие висят, сажа, вот это вот, смола, вот это, деготь, там, ну, в эксплуатации очень-очень, я считаю, твердотопленные котлы, они геморройные, ну, с газовыми, конечно, проще, вот, а тепловой насос никакой чистки, там, проверки, смазки, он не требует, в компрессоре уже есть смазка, она себе по кругу циркулирует, вместе с фреоном все мажется, все там прекрасно, смазка там заложена в нем компрессоре, на весь срок службы его компрессора, так что ничего там лезть туда не надо, он себе тарахтит, включается, выключается, все, туда больше ничего лезть не надо, вот, ну, вот такие вот основные преимущества, ну, недостатки, конечно, было бы справедливо озвучить также недостатки такого вида отопления, ну, недостатков у него очень мало, я вижу такой вот самый главный недостаток при покупке заводского теплового насоса, это большие первоначальные вложения, это довольно-таки большие, если вы покупаете заводской тепловой насос, то это будет сперва недорого, вот, сама установка, потом эти скважины, смотря у кого какие там глубина залегания воды, если очень глубоко до воды, то это и скважины будут дорогие, ну, просто в моих обстоятельствах так это вышло просто и дешево, я понимаю, что не у всех так может получиться быстро все просто и дешево, поэтому тут надо думать, какой лучше тепловой насос поставить, поставить, вот, вот такие недостатки, еще хотел кратенько, еще сегодня в этом видео рассмотреть типы тепловых насосов, какие бывают тепловые насосы, каких типов, вот, вот, если вы, например, видите, там написано, вода-вода, да, это означает, что тепловой насос берет тепло с воды, ну, там, скважина, например, речка, озеро, и отдает ее тоже в воду, то есть систему отопления нашу домашнюю, это вода-вода. Воздух-воздух, это тот же кондиционер или воздушный тепловой насос, то есть он берет с наружного воздуха тепло, отдает ее внутрь воздуха в дом, вот, есть тепловые насосы воздушного типа, они берут с воздуха это тепло тоже, но отдают ее в водяную систему отопления в дом, то есть воздушно-водяные, это воздух-вода будет называться. Есть земля-вода, то есть в земле прокладывается контур, там, трубы метров пятьсот, вот, по ней прокачивается какая-то незамерзающая жидкость там, вот, и тепло он отбирает с земли, отдает тепло, вот, земля-вода, отдает, значит, воду, вот, ну, понятно, да, принцип, вот такие вот, они очень всевозможные, земля-вода, воздух-вода, вода-вода, воздух-воздух, ну, вот такие вот типы, это уже надо смотреть вам лично в ваших обстоятельствах, какой вам лучше будет поставить тип теплового насоса, если у вас очень глубоко вода, то, конечно, скважинами будет невыгодно, может быть, вам лучше воздушный поставить, если у вас пока на этапе строительства участок разрытый, может лучше закопать трубу этот контур, надо смотреть, короче, да, если у вас есть озеро рядом или речка, может лучше бросить туда трубу, чтобы отбирать оттуда тепло, короче, у каждого свои обстоятельства, каждый должен смотреть по своим обстоятельствам, какой тип теплового насоса ему лучше подходит, если вы живете где-то в южных странах, там, например, Грузия, Крым, Кавказ, юг Украины, там можно вообще свободно отапливаться обычными кондиционерами и не заморачиваться с дорогими теплыми. Просто покупайте себе парочку кондиционеров, только смотрите, чтобы они были более-менее максимально приспособлены к использованию в режиме отопления зимой, чтобы там был зимний комплект, подогрев картера, компрессора, там, ТЭН на поддоне, чтобы у вас там все не замерзло внутри сосульки вот эти вот, чтобы все это размораживалось, а так, чтобы он был максимально приспособлен. И все, и вполне можно отапливаться, тем более сейчас на Украине зимы стали очень мягкие, морозов сильных таких нет, вполне можно отапливаться кондиционерами и очень даже эффективно. Вот, ну вот такая вот часть, не знаю, будет еще ли третья часть, может еще что-то придумаю, что-то сказать, а может и не будет. Если какие-то хотите еще что-то узнать про тепловой насос, то пишите вопросы, задавайте в комментариях, может быть еще что-то сложится на третью часть, что такое тепловой насос. Все, пишите всем комментарии, всем пока, до следующих видео.